Азарт и неподдельные эмоции Игры второй группы турнира Омских Орлят прошли в Азовском районе, где на шаг ближе к мечте стала черлакская команда «Юность», которая разгромила соперников из Одесского района со счетом 13-0. Команда настроилась, нужно обязательно побеждать. Хоть у нас и нет света, мы тренируемся, только все команды тренируются на одном льду. Мы, конечно, собрались, решили, что выиграем. Торжественное открытие соревнований прошло на Азовском стадионе «Штерн», где невооруженным глазом видно – турнир необычайно популярен. На Омские Орлята заявили сборные из 27 районов Омской области. А напутственные слова юным хоккеистам произнесли министр спорта Александр Фабрициус, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Артемов и ветеран «Авангарда» Евгений Шастин, Андрей Самохвалов, Олег Качесов и Григорий Бердышев. Давно у нас эта зрелая идея, этот сегмент дворовых команд привлечь, потому что у нас золотая шайба, кубок губернатора. Но ребята, которые занимаются во дворах, они как-то у нас в стороне оставались. И когда здесь была Ирина Константиновна Роднина, последний раз она является руководителем федерального проекта «Детский спорт» партийного нашего, состоялась встреча и Александра Саламоновича, и Евгений Евгеньевич Шастин. И вот тогда было принято решение, было, так сказать, окончательно принято решение дать добро этому турниру. В Азово юных хоккеистов ждал еще один сюрприз – тренировка с омскими легендами хоккея. На получасовом уроке авангардовцы провели разминку, отработали технику катания и ударов. Разминаться с ребятами вышел и Александр Фабрициус, выполнивший все упражнения наравне с командами. Мы постараемся, чтобы этот турнир привел наших ребятишек, дворовых команд, простых сельского поселения, конечно же, к самым высоким победам, чтобы играли за наших омских ястребов, за авангард, ну и участвовали в чемпионатах мира, прославляли нашу омскую область и нашу страну. Поэтому с этого все начинается, и мы будем идти дальше. Турнир Омские Орлята завершится в начале февраля. После этапов в Калачинске, Азово, Большеречи и Москаленках пройдет плей-офф с участием восьми самых сильных команд. А сборная чемпион прямо с местной коробки отправится в Сочи. Азово, Большеречи и Москаленки.